Добрый день, дорогие друзья! Продолжаем с вами лекции по грамматике латинского языка. Я Лена Анатольевна Лысак, преподаватель Московской государственной юридической академии. Сегодня продолжим говорить про прилагательные, про сравнительные степени прилагательных. В качестве эпиграфа к сегодняшней лекции хочу привести слова Горация «Виллиус аргентум эст аура, вертутибус аурум» «Серебро дешевле золота, а золото доблести». И чуть попозже мы ее поподробнее разберем и найдем в ней прилагательные в сравнительной степени. Всего степеней 3. То, как прилагательные записываются в словаре, его начальная форма называется положительная степень прилагательного. Градус позитивус. Когда мы сравниваем между собой какие-то предметы, говорим больше, выше, сильнее, крепче и так далее, такая степень называется сравнительная градус компаративус. И третья степень сравнения – градус суперлативус превосходная степень. На русский язык такие слова переводятся с помощью слова «самый». Самый большой, самый сильный, самый умный, самый лучший. Чтобы посмотреть, как на практике образуются сравнительные превосходные степени, я вам привела несколько прилагательных разных склонений. Например, слово «ларгус», «ларга», «ларгум» прилагательное первого-второго склонения. «Гравис», «грави», «ацер», «акрис», «акре», «грацелис», «грацеле» прилагательные третьего склонения. Самое главное – в любом прилагательном уметь находить основу и дальше работать с этой основой. Основа в прилагательном «ларгус», «ларга», «ларгум», «широкий», «щедрый», «ларг». Чтобы образовать сравнительную степень, к основе надо прибавить окончание «иор» для мужского и женского рода, окончание «илс» для среднего рода. Например, прилагательного «ларгус», «ларга», «ларгум», «широкий», «щедрый», основа «ларг» и прибавляем окончание «иор», «иус», получается «ларгиор», «ларгиус», «щедрее», «шире». Прилагательного «гравис», «грави», «тяжелый», основа «грав» и «тяжелее» будет «гравиор», «гравиус». Прилагательное «трех» окончаний третьего склонения, «ацер», «акрис», «акре». Основу находим по женскому роду, убирая окончание «из», «акр», прибавляем окончание «иор», «иус» в сравнительной степени, получаем «острее», «акриор», «акриус». И еще одно прилагательное «грацилис», «грацили», «стройный», основа «грацил», «более стройный», «более стройная», будет «грацилиор», «грацилиус». Прилагательные в сравнительной степени склоняются по третьему согласному склонению. Дальше рассмотрим, как образуется превосходная степень прилагательных. Здесь к основе прилагательного нужно прибавить суффикс «иссим» и окончание первого-второго склонения. Например, «ларгиссимус», «ларгиссима», «ларгиссимум», «самый широкий». Или «грависсимус», «грависсима», «грависсимум», «самый тяжелый». Обратите внимание, если прилагательные оканчиваются в положительной степени на «р», «а», «ум», если это первое-второе склонение, или «р», «из», «е», если это третье склонение, образуют превосходную степень с помощью суффикса «рим», который присоединяется непосредственно к форме именительного подержа единственного числа мужского рода. И оканчиваются также, как прилагательные первого-второго склонения. Например, «Ацеримус», «Ацерима», «Ацеримум», «самый острый» или «самая острая», «самое острое». Если прилагательное третьего склонения оканчивается на «илис», то к основе прибавляется суффикс «лим» и окончание первого-второго склонения. Например, «грацилис» в превосходной степени будет звучать «грацилимус», «грацилима», «грацилимум», «самый стройный». Еще надо заметить, что в каждом языке есть прилагательные, у которых степени сравнения образуются не по правилам. Так называемые исключения по-латински – это суплитивные степени сравнения, суплитивные дополнительные степени сравнения. И в любом языке это одни и те же прилагательные. Например, в английском у слова «гуд» – сравнительная и превосходная степень – образуются другими словами. «Better the best» или «плохой» – «bad» – «vers the worst». В русском языке мы видим те же самые прилагательные. «Хороший» – мы не говорим «хорошей», мы говорим «лучше». «Плохой» – «хуже». Слова разные образуются не по правилам. Теми те же самые прилагательные вы встретите и в латинском языке. Посмотрите на эту табличку. Вот эти пять слов нужно постараться запомнить и, встречая их в текстах, знать, что они себя представляют. Например, «бонус» – «бона» – «бонум» – «хороший», «лучший» – «мелиор» – «мелиус», «наилучший» – «оптимус», «оптима», «оптимум». «Плохой» – «малус», «мало», 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 «худший» – «пэйор», «пэйус». Самый плохой – «пэсимус», «пэсима», «пэсимум». Большой. Магнус, магна, магнум. Больший. Майор, майус. Отсюда майор, кстати, слово большой. Самый большой. Максимус, максима, максимум. Маленький. Парвус, парва, парвум. Меньший. Минор, минус. Говорящие слова, не так ли? Самый маленький. Минимус, минима, минимум. И прилагательное. Многие многочисленные. Мульти, мульте, мульта. Слово встречается только во множном числе, поэтому имеет окончание множного числа первого-второго склонения. И точно так же плюрес, плюра. Окончание множного числа третьего склонения. И самые многочисленные. Плюреми, плюрема, плюрема. И в следующем слайде я привела несколько примеров употребления степеней сравнения в латинском языке. Первая фраза частично была в эпиграфе. Давайте поподробнее про нее поговорим. Вилеус эст аргентум ауру. Или аргентум эст вилеус ауру. Аргентум серебро есть, вилеус дешевле, сравнительная степень, чего ауру. Обратите внимание, что существительное, с которым что-то сравнивается, употребляется в аблатиусе без предлога. В принципе, можно было бы сказать, аргентум вилеус эст, к вам ауру. Серебро дешевле есть, чем золото. Но аблатиус встречается гораздо чаще. И называется, кстати, аблатиус компарационис. Аблатиус сравнение. Следующий пример. Нулус локус эст доместика седе юкундиор. Нет места милее родного дома. Милее юкундиор. Прилагательное в сравнительной степени. А слово седе опять употребляется в аблатиусе. Или кандидиор ниве. Кандидиор белее. Ниве опять в аблатиусе. А на русский язык переведем кого-чего в родительном падеже. Снега. При превосходной степени сравнения. И последний пример. Гомер самый знаменитый среди поэтов. Здесь мы встречаем прилагательное в превосходной степени. Целеберимус. И этот пример показывает, что при превосходной степени прилагательного существительное обозначающее целое, то есть все поэты, употребляются в родительном падеже множественного числа без предлога. А на русский без предлога перевести не получится. Скажем, самый знаменитый среди поэтов или из поэтов. И такая форма, кстати, называется генетиус партитиус. Такой родительной части. Родительный частичный. Добавила вам информации к размышлению о системе падежей в латинском языке. Ну и заодно вы посмотрели варианты употребления степеней сравнения. Дальше, я думаю, вы справитесь сами. Если вы встретите прилагательные в сравнительной превосходной степени, будете знать, как их правильно перевести. На этом я с вами прощаюсь. Елена Анатольевна Лысак. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!